Вот и весна машет нам рукой. К концу подходят весенние полевые работы. А в некоторых районах уже полным ходом идет укос трав. Что ж, сегодня в деревеньке все новости с полей, а также мы узнаем, какие деликатесы можно отведать в Чериковском районе и встретимся с очень интересным и талантливым мастером. Добро пожаловать к нам на огонек. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сажен лук и ранняя капуста. Сейчас в окраре сетку кукурузу носилось и зеленый корм, картофель и овощи. Полным ходом идут работы и в Бобруйском районе. Работаем мы с 7 утра в поле и до часов 8-9, как погода. Это будет чем до 9. В этом году, короче, весна очень трудная для нас. Очень много мест, в которых мы не можем влезть. Влажное, переуложненное. Где можно влезть, там и проводим сел кукурузы. Также ведем одновременно посел однолетних трав. В этом году больше площадей отвели под сахарную свеклу. Больше посеяли многолетних трав. Люцерны, клевера. Сезон кормозаготовки открыт. Техника вышла на поля Белынического, Кировского, Шкловского районов. Пока убирают озимурож и сурепицу. Вот-вот подойдут и травы. Знаешь, что только начало заготовки кормов. Ну и по первому дню видно, что нормально. Урожайность есть, вес есть. Ну и естественно, и зарплата будет. С самого утра Виктор Мельто вышел в поле на кормо-уборочной машине. Это поле озимы-сурепицы в Шкловском районе. Культура готова к уборке. Мы занимаемся ей второй год, и она как промежуточная культура. Не требовательна к питательности, к удобрениям. Значит, только единственное весомое подкармливаем осенью. Урожайность на сегодняшний день, судя по волкам, вы сами видите, что где-то в пределах 170 центнеров зеленая масса дает. Свежескошенную зеленую массу сразу отправляют в траншеи. Плотно трамбуют, чтобы хорошо сохранилось. На каждом, на каждом, на каждом траншеи ведется отдельный журнал, где фиксируется температура, влажность, закатавливаемого корма. Замеры производятся ежечасно. На озимую рожь и сурепицу аграрии возлагают большие надежды. Используя в рационе крупного рогатого скота эти культуры, можно добиться высоких привесов и надоев, и сэкономить. В прошлом году было предложено, рекомендовано посеять с осени 2016 года под урожай. В текущие годы посеять земережищность и зимой сурепицы. К этому активно приключились хозяйства Булинецкая района, Могилевская района, Быховская района, Бобруйская, Кировская. Содержание протеина в этих культурах достаточно высокое. На сегодняшний день в килограмме сухолевства содержится 230 грамм именно протеина. Каждый килограмм протеина покупаемый за пределами нашего государства стоит сегодня более 440 доллара сущая. Здесь урожайся раздешевле. С этого года по рекомендации Министерства сельского хозяйства на показательных предприятиях осваивают технологию заготовки кормов с высоким содержанием протеина. Среди них колхоз Родина. О том, что качественные корма способны принести результат, здесь говорили во время республиканского семинара. Аграрии, ученые и сам министр сельского хозяйства. Ежедневно в Родине с одной коровы получают до 45 литров молока. В год больше 7 тонн. За первый укос аграриям области предстоит убрать более 200 тысяч гектаров. Задача хозяйством – справиться за 10-11 дней. Планы по заготовке травяных кормов на этот сезон – 1 миллион 324 тысячи тонн кормовых единиц. Любите ли вы картошку? Наверное, риторический вопрос. Потому что по опросам половина белорусов и дня не может прожить без бульбочки. Треть блюд на наших столах – картофельное. До того, как белорусы попробовали картофель, они ели бобы, морковь и свеклу. И только в середине 18 века картофельмания пришла в наши места. Мы же белорусы, поэтому мы бульбяши. Семья Шилковых из Шкловской деревни Требушки картофель уже посадила. И надеется на хороший урожай. Кстати, гораздо больше картофеля, чем все сельскохозяйственные предприятия и фермеры, выращивают обычные граждане на своих приусадебных участках. Мы садим около 30 соток. Это для себя, для семьи хватает, для родителей. И хозяйство у нас есть небольшое. Ну и часть из лишних мы можем продать. Приобрели мы свежие семена в Дашковке элитные. Немножко. Вот мы их сейчас разводим. На огороде рядом на зло нестабильной весне пробиваются посевы – чеснок, лук, морковь, горох. Еще не так уж и зелено, но росточки красивенькие. Но главное в этом все же – картофель. Еще и потому, что у Шилковых большое хозяйство. Покажите, покажите, покажите. Глубяшечка. В хозяйстве 30 овечек, целое красивое стадо. А они едят картофель? Они картофель едят. Они едят еще как, едят картофель. И 10 свинок, как оказалось, очень подвижных. Поэтому картошка – это не только вкусный стол для хозяев, это залог благосостояния семьи. И с бульбой помогают все, кроме младшего сына. Он еще не может по возрасту, зато дочь Марина очень старается. Я люблю картошку. А если вдруг бульбы не будет, что мы будем делать? Нет, будет, вырастет. Еще 300 лет назад бульба была деликатесом. А теперь в среднем каждый белорус съедает в год без малого 2 центнера картофеля. Фруктов белорусы съедают, как правило, раза в 4 меньше. Но прежде чем любить картошку в тарелке, надо ее вырасти. Крестьянско-фермерское хозяйство «Диана» – самый крупный производитель картофеля в Могилевской области. Уже за ними былыническая новая друдь и бобруйский гигант. 26 600 тонн прошлогодний урожай. И в Диане, кстати, считают, что затяжная весна и даже небольшой снег во время картофельной посемной самой культуре не повредит. Погодные условия таковы, что почва подготовлена достаточно неплохо, и она созрела к тому, чтобы у нее можно было садить картофель. И сейчас уже во всех хозяйствах думают наперед, какое будет лето. Для нас, как и для любого щельхозника, хорошо, когда проходят умеренно дождики, и вот эти промежутки, так, две недельки и дождик, две недельки и дождик. Тогда есть подспорья к тому, что наверняка будет хорошее урожайство. Современный посадочный комплекс – машина дорогая. Работает на посемной только две недели в году, правда, круглые сутки. Но себя, говорят, в хозяйстве полностью оправдывает. Он и почву готовит, и высаживает клубни, и сразу же обрабатывает их от болезни, и закрывает землю, формируя ровненькие гребни. Посадочным комплексом управляет система GPS. Король, все, сложили. А он все равно идет в тракторы, и педаль не нажимается, а все получается. Автопилот. Приехал на поле, в одном конце точку А ставишь, едешь в другой конец, точка Б. Получается прямая линия. Точно идет, ни лишнего не сделает, и не пропустит ничего. В этом году мы увеличиваем посадки картофеля. И картофель интересен сейчас еще тем, что она хорошо покупается на экспорт. Диана продает свой картофель традиционно в Россию, Казахстан, Молдову. Теперь весомо добавился Узбекистан. Хранилища в Диане теперь практически пустые. Вот такими они были осенью. Полная выращена продукция. А вот теперь только пару бульбин завалилось за край, напоминая о высоте буртов. Первый молодой картофель появляется обычно уже в последней декаде июня. А теперь прогнозируют задержку как минимум на неделю. Но никто на Могилевщине в Беларуси не сомневается. С бульбой будем. Как правило, с 28 мая с Пахома устанавливалось настоящее тепло. Но вот ни сажать, ни сеять в этот день нельзя. Можно рыхлить, полоть, подкармливать, но ни в коем случае ничего не сеять. А если вы что-то не успели, это можно будет доделать во второй июньский день на Тимофея Грядочника. Если хотите узнать, каким будет лето, обязательно посмотрите на восход солнца. Если он багряный, следует ждать грозного пожарного лета. Деревня Мирогощ расположилась в живописном месте на берегу реки Сош. Это одно из исторических мест Чериковского района. В геологическом разломе, который находится в деревне, ученые нашли останки древних животных. Больше столетия назад в этих местах была усадьба князей Абаленских. У местных жителей появилась идея сделать Мирогощ брендом района, чтобы сюда приезжали туристы. Ведь есть где отдохнуть и что посмотреть. О том, что, возможно, некогда по сожу пролегали торговые пути, свидетельствуют вот эти артефакты. На протяжении двух десятилетий Сергей Дубяга собирает якоря, найденные в реке. Где-то использовался, скорее всего, в Средиземноморье. Да, оттуда откуда-то, с турецких берегов, с Греции. Почему? Потому что, во-первых, если вы посмотрите на лапы, они совершенно другие. Это наши лапы, белорусские. А у него, видите, напоминают минореты, мечети. В коллекции больше трех десятков якорей. Есть даже вот такой, каменный. А этот самый якорек, чем он примечательный, тем, что он самый маленький. Это тоже речной якорь, тоже использовался у нас на саже. Ну, он маленький, но дело в том, что он довольно, как говорится, мал да удал. Он может удержать очень большую какую-то лодку, судно даже большое. На своей агроусадьбе к началу лета Сергей Дубяга планирует сделать музей якорей под открытым небом и обустроить место для кемпинга. А еще в Мирогоще планирует разводить виноградную улитку. Между прочим, для своих гастрономических потребностей ее выращивали еще князья Аболенские. Задача нынешней инициативы – заняться производством улиток в промышленных масштабах и при этом не навредить окружающей среде. У каждого района есть свой определенный бренд, наверное, куда люди событийно едут. Мы тоже ставим перед собой задачу создать такое событие, куда и вас, может быть, пригласить, и кто-то еще приедет к нам, да, то есть чтобы посмотрели, попробовали. Ну, я думаю, не каждый из вас попробовал столь деликатесную вещь. Склоны Мирогощи могут стать местной маленькой Тосканой. Есть предложение развивать на этих землях виноградарство. Ведь есть и опыт у местного населения в этом деле. Белый виноград здесь вот произрастает очень успешно. Я думаю, что можно заниматься этим, никакие тут холода, передрай, дряхи ему не будут мешать. От этого будет только выигрывать. И внешний вид нашей деревни, и привлекательность тоже появится. На первых порах местная инициатива поддержит европейский грант, но дальше дело за местными жителями. Самозанятость людей на сегодняшний день здесь, на земле, это одна из самых важных задач. То есть где-то работать, там, отхожие промыслы – это один вопрос. Но если люди будут заниматься именно здесь, то и деревня будет жить. Начинать надо с нуля, но в Мирогощи уверены – у них все получится. Есть и идеи, и люди готовы воплощать их в жизнь. Говорят, наберемся опыта, а потом будем и другим его передавать. В здешних планах создать центр поддержки технологий предпринимателей сельских территорий, чтобы научить и привлечь к разведению улиток и виноградарству всех желающих. Изделие, оно горячее, раскаленное. И вот так отпускали. Видите, она покрывается раз, вот такими вот. Вот это называется обвар, обварная керамика, потом в воду. Это старинная техника обвара глиняной посуды. Вот так, добавив в воду немного муки, раньше украшали миски, кувшины, горшки. Пятна такие интересные, видите, она сейчас еще подсохнет, вообще будет интересно. Получается неповторимый узор, вглядываясь в который, можно увидеть разные фигуры. А с практической точки зрения, такой горшок ничем не уступает купленному в магазине. Можно и в печь поставить, и в духовку. Видите, включил кнопку и все. Это вот раньше гончары, вот так вот, в деревнях, вот так вот делали. Сейчас я вам горшок сделаю. Ну, примерно так. Александр Котов – единственный мастер-керамист во всем Климовичском районе. Из глины может слепить все, что угодно, хоть горшочек, хоть свистульку. Нынче, говорит мастер, горшочки чаще берут на сувениры, мало кто в них готовит. А жаль, ведь у еды, приготовленной в глиняной посуде, особенный вкус. Устанавливаем круг. Срезаем просто все. Вот видите, вот такая сезточка. Вот так вот раз. Вот так вот. И снимается. Между прочим, готовя пищу в глиняной посуде, надо знать некоторые тонкости. Перед первым использованием обязательно вымойте ее теплой водой. Не ставьте в печь или в духовку холодную посуду. Из-за смены температур она может треснуть. Мыть глиняные горшочки или миски после использования лучше средством, без сильного запаха, чтобы глина его не впитала. Идеальным будет хозяйственное мыло. С глиной интересно мне очень работать. Я работаю с ней впервые. И мы сейчас делаем рыбку. Мы вырезали иголочку, а теперь вот коржачки такие лепим. Лепка из глины нравится местной ребятне. Мягкий, теплый, пластичный материал приятно держать в руках, придавать ему различные формы. Дети делают простые фигурки для удовольствия и развлечения. Мастера с опытом не дают древнему ремеслу стать позабытым. Вот наша регионально-традиционная свистулька. Вот такие свистульки я находил на берегах у нас. Вот наша речка, где возле старого водителя протекает. И вот там такие свистулечки. Там фрагменты, правда, но я восстановил как-то. Вот такой звук. Субтитры создавал DimaTorzok Вот трудимся мы на своих грядках, трудимся, чтобы потом все сложить в закрома. Так сказать, запастись на зиму. У людей все просто. Все свои запасы мы храним в кладовках и погребах. А вот что с ними делают животные? Вот белки. Они любят не только орешки, но и другие лесные лакомства. Например, грибы. Но сырыми их не едят. Белки сушат грибы, развешивая на деревьях. Прячут в укромные места, в дупло, после чего, как приходит зима, приступают к поеданию. А это жители Антарктиды, королевские пингвины. Они решили не заморачиваться вовсе. Пингвины хранят свою пищу прямо в желудках. Там непереваренная провизия может лежать неделями. Нам же с вами все силы надо сконцентрировать на будущем урожае. Чтобы было что складывать в закрома, а куда место всегда найдется. Редактор субтитров А.Семкин